Здравствуйте, друзья! Вы на канале Арт Мимишки. Вы знаете, как я люблю крафт-бумагу. Мне очень нравится этот красивый, теплый, коричневый цвет, который напоминает нам землю, опавшие листья, ну, песок какой-то, глину. Все это так приятно вообще для глаза. И вы знаете, на крафт-бумаге очень красиво смотрятся любые цвета. Вот сейчас мы будем рисовать клевер или кашку и посмотрим, как вот эти вот розовые цветочки, они такие простые, такие шарики веселые, как они хорошо будут смотреться на крафт-бумаге. Давайте сразу приступим. Не буду вам говорить, какие я краски открывала. Вот открывайте свои краски. Ну, понятно, что там зеленый, для тех, кто ленивый, может, конечно, зеленого понаоткрывать. Я-то вот сегодня как-то немножечко поленилась. И открыла, ну, в смысле, я еще не поленилась. Как-то поленилась. Нет, я еще не поленилась. Я открыла зеленые. Не знаю, подойдут они сюда или не подойдут. Может быть, я смешаю там синенький с желтеньким. И, значит, кашка, вы знаете, она будет, конечно, она разного розового цвета. Бывает даже и беленькая кашка, желтенькая кашка. И откройте какой-то холодный, холодный красный. Так, ладно, все, открыла я. Давайте сразу приступим. Смотрите, какой у меня красный холодный. Он называется краплак. Вот не берите его в открытую, а сделайте замес с белым. Чуть-чуть вот разбелите, чтобы был средний тон вот этого краплака. Вот, обратите внимание, какой цвет. Он и не очень темный должен быть, и не очень светлый, чтобы мы потом маленькие лепесточки клевера прописали. И сейчас давайте накидаем эти цветочки. Мы не будем делать фон, потому что у нас фон уже есть этим. И хороша вот именно крафт-бумага тем, что она дает вот этот теплый тон. И давайте, они могут быть, эти цветочки, а, да, я вам сказала, что я рисую, ну, как всегда на формате А5 я рисую, и гуашевыми красками. Так, смотрите, они могут быть кругленькие, они могут быть продолговатенькие. Не важно, что у вас, какая форма получится, вот, да, и будет хорошо. Помним, что ничего ровного в живописи нет, поэтому смело накидываем эти цветочки. А вот, смотрите, такие воздушные шарики я накидала. И сейчас, пусть они пока подсохнут, а я сделаю травинки, я сделаю листики. Но лучше нам с вами сначала сделать листики. Листики у клевера, во-первых, они имеют такую продолговатую вытянутую форму, хотя у разных видов клевера, у разных видов кашки, они, в принципе, разные. Бывают прям кругленькие, бывают очень сильно вытянутые. Опять-таки, не важно, что мы с вами нарисуем. Эти листики, близко к этому шарику подходят листики маленькие, и чуть-чуть подальше идут листики достаточно большие. Но мы сначала сделаем темные листики. Здесь любой цвет зеленый будет хорош. Берите тот, какой у вас есть. Сейчас я посмотрю, вот, у меня такой какой-то огурцовый, такой цвет, не очень он мне нравится. И я, наверное, вот, я, наверное, все-таки сделаю зеленый. Или знаете что, я вот в этот зеленый, какой у меня есть, я добавлю немножечко синего, потому что вот эти вот цветы, ой, цветы, господи, не цветы, а листики, они такие достаточно какие-то серо-зеленые. Ну, вот какой цвет у меня получился. И смотрите, и я очень близко от цветочка я рисую вот такие вот продолговатые листики. Смотрите, что у меня получилось. Сделайте таким образом, чтобы какие-то листики заходили за какие-то цветочки. У вас получится естественное такое вот ощущение, такой полянки, где очень много листиков и стебельков переплетаются между собой. Так, теперь я беру свою любимую кисточку. Я пока не рисую листики, которые находятся на свету, которые освещены больше, чем листики вот теневые. А я сейчас беру свою любимую кисточку. Кисточка-лайнер. Я ее обожаю. Она у меня уже вообще растрепушка, разлохмушка, но еще работает прекрасно. И сейчас этим же цветом, какой я получила для вот этих вот листиков, я набросаю стебельки. В эту работу мне хочется потом еще добавить какие-то белые цветочки, может быть, желтые цветочки. И смотрите, как хорошо кисточкой-лайнером рисовать травинки. Этим же цветом я кое-где нарисую еще листики клевера. Прямо вот на этих травинках. Может, здесь будут, может быть, не распустившиеся бутончики нашей кашки. Может, будут другие какие-то цветочки. Но вот внизу хочется еще основательных листиков нашего клевера. Пока рисовала листики, пока рисовала травинки, весь мой клевер подсох. Теперь смотрите, что я делаю. Вот этот цвет я могу разбелить. Немножко тот цвет, который у меня был изначально, я добавляю сюда белила. И чуть-чуть разбеляю. Если у вас есть какой-то розовый цвет, у меня он есть. Я люблю цвет фуксии. Вот такой цвет. Сейчас посмотрим, как он будет смотреться на нашей кашке. Потому что мне нужно нарисовать вот такие вот лепесточки на моих цветах. Да, хорошо смотрится. Давайте посмотрим, как смотрится разбеленный красный. Тоже неплохо смотрится. Вот, так что смотрите сами. Этот неплохо смотрится. Неплохо смотрится. В общем, выбирайте, что вам больше нравится, что у вас есть. И давайте сейчас нарисуем таким цветом продольные полосочки лепесточков клевера. Вот, что у меня получилось. Посмотрите, пожалуйста. Я не делала очень ровно. Это, конечно. Все цветочки, они неровные. И своими этими полосочками я немножко выходила за пределы того овальчика, который я наметила под цветочек. Эти полосочки я не делала слишком светлые. И еще один момент. Я не закрыла этими полосочками и тот цвет, который у меня был изначально. Теперь смотрите. Это все-таки шарики. И с одной стороны они должны быть более светлые, а в серединке этот шарик должен быть более темный. Поэтому сейчас возьмите и самым темным своим красным, красный малиновый, поставьте в центре цветочка несколько мазков темного цвета. Как бы оттеняем наши предыдущие лепесточки. Кисточка, конечно, должна быть у вас удобненькая. Освещение может быть рассеянное. То есть вы с любой стороны берете освещение. Я его вообще по центру беру. И вот на всех своих цветочках центр я выведу темненький. Кстати, если вы хотите немножечко поиграть цветом в своей кашке, то вы можете получить фиолетовый. Потому что вот здесь вот рядом с основанием цветочка здесь будет немножко розово-фиолетового. Совсем такие вот фиолетово-темненькие блики лепестков розовых. Поэтому давайте-ка получим. Ну, это для тех, кто хочет. Я получу сейчас фиолетовый. Сейчас посмотрим. Вот такой вот темненький у меня получился. Ну-ка. Да, может быть. И еще кое-где вот таким вот фиолетовым я пройдусь. Ну, вот желательно к основанию вот этого цветочка пройтись. Ну, и теперь давайте сделаем разбел. Можно фиолетового сделать. Разбел тоже будет очень красиво. Можно сделать разбел, продолжать разбелять ваш красный. Это уж как хотите. А можно сделать разбелы и того, и другого. И сейчас вот такими вот прям светлыми мазочками мы закончим свои цветы. Где-то они будут прям совсем светленькие вот на макушке, да? У нас макушечка всегда больше освещена. Может быть, какой-то бок вы сделаете более освещенным. Ну, смотрите сами. Здесь нет вот рецепта для универсального, скажем так, нет рецепта. Это уже как вот ваши глазки посмотрят, как ваша рука вот себя поведет. Возможно, прям совсем-совсем светленький я возьму и запущу. Ну, не белый, не белый. Хотя и белый, в принципе, тоже можно. Но я взяла прям светло-светло-розовый. Я на макушке вот этих цветов я запускаю, потому что крафт-бумага, она, знаете, она более мягкая, чем бумага для акварели. И краска в нее просто вот входит, как вода в песок. Но обратите внимание на сочетание вот этого розового цветка и коричневой крафт-бумаги. Очень красиво смотрится. Цветочки у меня что-то немножко какие-то ровненькие получились. Не знаю, почему, может, я их вот сейчас прям немножко и взлохмачу капельку. Вот так вот я их... Плохмачу, короче говоря. Вот так вот уже взлохматила, но решила сильно не лохматить свои цветы. Так, с цветами закончили. Теперь давайте вот наведем красоту вот этих вот стебелечков и листочков. Листики мы сейчас получим более светлые. В этот замес, вот, который у вас есть, его еще раз восстановите, там, зелененький. Вы можете сюда добавить желтого, сейчас я посмотрю, или, возможно, даже сразу белого. Ну, желтый, вот, когда добавляешь в этот зеленый, он, знаете, он становится таким прям вот, ну, очень ядреным для меня. Возможно, все-таки этот зеленый я смешаю с белилами. Тоже мне не очень нравится, слишком светлый. Так, добавим-ка мы изумрудный. О, вот изумрудный, это тот цвет. Значит, смотрите свой замес. Свой замес, какой вы сделаете. Намешайте там чего-нибудь, с чем-нибудь. Так, давайте посмотрим. Вот, и вот на эти листики давайте сейчас сделаем светленькие листики. Светлые листочки мы прорисуем. И они, кстати, не очень-то сильно должны отличаться от тех листиков, которые у нас в тени. А значит, я немножко листики, которые в тени, я их чуть-чуть доработаю вот этим вот зеленым цветом. Смотрите, что у меня получилось. Кстати, у клевера очень интересные вот листики. У них, знаете, есть... Сейчас вот где-то покажу на какой-то бумаге. Смотрите, вот листик клевера, а у него есть рисунок на листике. Вот такая вот красивая, как бы треугольничек. Вот такой вот красивый треугольничек, более светлый, чем сам листик. Ну, понятно, что мы не будем этот треугольничек выводить, но он, конечно, очень красивый. Обратите внимание вот на эти треугольнички на листиках. Если хотите, можно здесь вот, ну, просто чуть-чуть эти треугольнички сделать. И, кстати, у клевера, вы знаете, очень хорошо видна центральная прожилка. Очень красиво. Поэтому, если требуется, так вот художественно, подойдите к вот листочкам. Они тоже очень красивые, достойны того, чтобы их немножечко прорисовать. Ну, не везде буду этот треугольничек выводить. Он неровный, понятно, это вот не такая стрелочка на цветке, ой, на лепесточке. Это просто вот такая вот крыша у домика. Вот. Теперь давайте вот к основанию цветка. У клевера есть еще там маленькие-маленькие, очень темные лепесточки. Они здесь будут смотреться прям темно-темно-сине-зеленые. Получите, ну, если хотите, так вот немножечко поковыряться вкусненько. Получите какой-то вот очень темно-зеленый цвет. И маленькие зеленые листики, покажите, можно даже ими заходить на сам цветочек. Так, кое-где не надо одинаково ничего рисовать. Это будет очень красиво. Ну, и опять-таки, смотрите, этим же темно-зеленым можно на некоторых листиках показать прожилки. Тоже будет хорошо смотреться. На крафт-бумаге, особенно вот к цветкам нашей кашки, очень красиво будут смотреться маленькие укропчики. Вы знаете, я эти укропчики тоже очень люблю и запускаю их в любую цветочную композицию. И сейчас остаюсь верной себе и запущу маленькие укропчики. Ну, это опять-таки по желанию тот, кто хочет. Я взяла веерную кисточку и веерной кисточкой сейчас вот чуть-чуть обрисую укроп. Сначала цветочки укропа я сделала зеленоватые и сейчас нужно сделать верхушки своего укропа беленькими. И поэтому я на кисточку набираю уже белую гуашь и пробегаюсь по макушкам своих укропчиков. Что-то у меня кашка совсем заросла в укропе. Ну, ладно, не страшно. Что-то я немножечко переборщила с любовью к укропчикам. Сейчас добавлю им стебелечки. Очень нежненькие. Очень прям такие тоненькие. Так, поизящнее выведу, чтобы все-таки в рисунке в моем остались главные цветочки клевера. Вот такой у нас кусочек маленькой полянки получился с кашкой. И, в принципе, когда вот я все закончила, вроде бы нормальненько, да, не переборщила я со своими любимыми укропчиками. Кстати, на крафт-бумаге вот любая живопись смотрится как ботаническая. Хотя, смотрите, мы ничего так сильно не прорисовывали, мы ничего не вырисовывали. Мы просто опять-таки помазали красками, получили удовольствие, насладились процессом рисования. Вот такая волшебная крафт-бумага. Я советую вам ее прикупить. Она, недавно я ее видела в Леонардо. Это крафт-бумага для эскизов. Я ее делю просто, это формат А3. Я его делю на 4 части, и у меня получается вот 4 кусочка формата А5 этой крафт-бумаги. Рекомендую вам. А я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего творчества. Наслаждайтесь всегда процессом рисования. Даже если у вас что-то не получается, вы получили удовольствие просто от того, что помазали красками. А это самое-самое главное. И получится обязательно. Ну что, пока!